Всем привет! Меня зовут Алексей Саватиев. Я профессор физтеха. У меня еще есть разные другие афилиации, но это не имеет значения. Я популяризатор математики среди детей и взрослых. Наверное, вы видели меня в интернете. Когда я был маленький, я увлекался многими разными вещами, не только математикой. Но в каждой другой деятельности наступал момент, когда нужно было что-то зубрить обязательно. Что шахматы, что даже музыка, которую я обожаю до сих пор. Все равно в какой-то момент надо было зубрить. Я спросил папу, папа, есть ли какая-то деятельность на свете, где никогда нет никакой зубрежки? Он сказал, есть сынок. И она называется математика. В ней ничего не надо зубрить. В ней надо только понимать. Так вот, дорогие друзья, если вы хотите понимать, а не зубрить, то ваше место у нас здесь, на физтехе. Давайте я расскажу про один сюжет, чтобы показать красоту математики. Математика не только исключительно в этом плане, что ее зубрить не надо, она еще и самая красивая область человеческой деятельности. Вот смотрите, каждый из вас, конечно, умеет решать вот такое уравнение. Вы в школе, наверное, оскомину уже набили с этим уравнением себе. Минус b плюс минус, корень квадратный sb квадратный минус 4ac делить на 2a. Но те, кто собирается связать жизнь с математикой, знают, как оно решается. Нужно выделить полный квадрат. Но вот если я здесь напишу куб, а x кубе плюс bx квадрат плюс cx плюс d равно нулю, и попытаюсь тоже выделить полный на этот раз куб, то все, чего я добьюсь, это только что я вот это вот убью. Вот этого не будет. И путем там неких простых манипуляций я приведу это уравнение к следующему виду. x в кубе минус 3px минус 2q равно нулю. Ну, здесь эти тройки и двойки просто для удобства, и знаки тоже оставлены для удобства, чтобы потом было минимум вычислений. И вот как его дальше решать? Непонятно. Я вот сам на самом деле в детстве не смог придумать. Но в 16 веке итальянские ученые сочинили способ. Они сделали вот такую странную замену. Казалось бы, мы должны найти один x, а будем искать целых два альфу и бету, которые в сумме нам дадут наш x. Ну, давайте попробуем, подставим сюда. Что у меня получится? У меня получится альфа в кубе плюс 3 альфа бета умножить на альфа плюс бета, то есть на x, вот это вот x, да? Плюс бета в кубе минус 3px минус 2q, и это должно быть равно нулю, да? Ну, x это альфа плюс бета. Вот здесь x и вот здесь x. А теперь фокус-мокус. Чтобы приравнять нулю выражения с вот этими двумя альфа и бета, мы отдельно приравниваем нулю вот это выражение и вот это выражение. Но выражение вам позволит увидеть, что вот здесь, вот тут как бы этот x, да, он сокращается. Ну, отдельный случай, когда он равен нулю, это слишком простой случай. Тройка сокращается, ну и остается просто из этих двух альфа бета равно p. Ну, а здесь написано, что альфа в кубе плюс бета в кубе равно 2q. Понимаете? И если я вот это возведу в куб, то получится такая ситуация, что у меня сумма двух чисел равна некоторому известному мне числу коэффициентов этого уравнения. И произведение двух чисел тоже равно некоторому другому числу, которое тоже связано с коэффициентом этого уравнения. Ну, прекрасно. И что тогда? Ну, конечно, тогда формула Виета, это означает, что альфа в кубе и бета в кубе являются корнями уравнения у квадрат минус 2q плюс p в кубе равно нулю. Ну, хорошо. И что же мы будем с этим делать? Ну, конечно, мы напишем у равно q плюс минус корень из q квадрат минус p в кубе. И это будут как раз альфа в кубе и бета в кубе. И в результате получается ответ, что альфа это корень кубический из суммы этих двух, да, бета из разности, ну или наоборот, это не важно, потому что x это сумма. Получается ответ, который и является формулой кардана Феррари. И выглядит он так. x оказывается равно корню кубическому из q плюс корень из q квадрат минус p в кубе. Корень квадратный, да? Плюс корню кубическому из q минус корень из q квадрат минус p в кубе. Вот такая вот формула для решения кубического уравнения. И что бы вы думали, что бы вы думали, ну давайте попробуем ее применить. Напишем какое-нибудь уравнение, которое и так понятно, какие имеет корни. Например, x плюс 1 умножить на x плюс 4 и на x минус 5 равно 0. Понятно, что у него корни минус 1, минус 4 и 5. Но если я его раскрою, получится x кубе минус 21x минус 20 равно 0. То есть оно сразу будет иметь тот красивый вид, которому я привел, когда выводил кубическое уравнение. Поэтому можно сразу написать ответ. Ответ будет такой. x оказывается равен корень кубический из 10 плюс корень из минус 243. Плюс корень кубический из 10 минус корень квадратный из минус 243. Что это? Что это, Берримор? Что происходит? Это что? Какие еще корни из отрицательных чисел? Откуда они тут взялись? У этого уравнения три решения. Минус 1, минус 4 и 5. И никаких других. Так что это x? Что творится? Это что? Мы где-то ошибку совершили? Нет никакой ошибки. Нет никакой ошибки. Вот это комплексное число. Тут я открываю все карты. Это комплексное число. Когда мы извлекали корень из отрицательного числа, у нас, естественно, вышло мнимое значение. Ну и в результате потом пришлось извлекать корень кубический. Там у корня кубического есть три варианта извлечения. Это отдельный вопрос. Почему тогда три числа получится, а не девять? В общем, вот это вот комплексное число, правильно понимаемое, равно одновременно минус единицы, минус четверки и плюс пятерки. Действительно, так оно и есть. А как это может быть, вы поймете, когда придете и будете учиться на физтихе. Так что приходите к нам. Продолжение следует...